здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня будем говорить об искусстве последнее время люди стоят в очередях во всевозможные галереи причем это касается не только больших городов то есть люди потихонечку начинают не просто смотреть картины но пытаются их каким-то образом читать и трактовать на самом деле есть целые сборники для того чтобы понять кто написал картину в какой период его творчество почему и так далее но помимо этого есть люди которые становятся художниками которые рано или поздно могут стать знаменитыми художниками в этом помогают самые разнообразные художественные школы вузы лицеи и так далее но и есть студии скажем так частного образца которые тоже помогают будущим художником становиться знаменитыми а главное учат тому что такое умение быть художником и сегодня у нас гостях руководитель художественной студии живая кисть художник и кино иконописец а диана олеговна хрипунова здравствуйте диана здравствуйте вот художник иконописец сразу же такое интересное сочетание потому что это же очень такая ответственная история правильно понимаю что сначала учат живописи а потом уже специализация идет так обязательно да что вы заканчивали и как это происходит как вы стали художником иконописца я закончила по из тгу православности затихоновский гуманитарный университет в москве путин был не очень простой не пришлось предварительно определенные службы ступеньки сложности до одной из них было швейное искусство через швейная пришла уже потом к иконописи непосредственно вот но всегда меня иконописи живопись интересовала все-таки больше швейный такой вот год был для меня просто как разностороннее что такое другое абсолютно искусство вот вы правильно сказали без живописи и иконописи быть не может это две неразделимых глубины на самом деле это очень такие глубокие вещи но когда мы говорим про картину мы всегда подразумеваем и знаем что художник этой картины на 90 процентов ставит себе задачу что сделает все он так на 90 процентов он уверен что он сможет сделать картину он доверяется нам саму сервину 10 процентов конечно уверяется богу что все у него получится что как уводит его рукой да все мысли чувства его созданы на картину когда мы говорим про икону то тут как бы уже другой момент он на 90 процентов доверяет богу и это правильный ход все желательно конечно на сто процентов доверять на чек он такой такое существо что ему сложно убрать свое но вы сейчас говорите с точки зрения человека православного до религиозная история в том что все кто иконописцы они как правило все-таки православные люди потому что помимо каких-то навыков учебных до должен любой конописец который вступает на пути иконописи он должен иметь какой-то ну хотя бы небольшой духовный опыт он должен быть духовно подготовлены к иконе поэтому как правило и шуток технологически можно написать но будет какая-то витамика аналогически можно но она может просто не выйти потому что ты вроде бы все делаешь и технологию соблюдаешь и ведешь все что тебе как тебе говорили да по канонам все за смотришь и вроде бы как художник тебя все на все состыковывается как это а 1 а образ сам он не выходит это как бы такая вот вкладываете некую божественную составляющую в процесс создания это в процессе не вкладывает бог да мы лишь просим у бога благословения на то чтобы он вложил как раз вот эту божественное это составляющая своим благословением и чтобы человек смог создать образ которому в дальнейшем будут походить другие люди и обращаться уже не к образу а к первообразу то есть мы изображаем образ а подразумеваем 1 а если опять же идти по вашим рекомендациям очень коль мы говорим об иконописи то необходимо довериться богу если ты в него веришь и если ты являешься православным человеком и он тебе поможет создать икону которая будет не просто до картинка на письме а это будет уже как некая связь с всевышним иконописец это кисточка в божьих руках хорошо но вы же понимаете что у нас может телезрители и выцеркленные и не выцеркленные поэтому перед тем как мы поговорим уже о студии напомню что студия называется живая кисть вы расскажете кто там у нас принимает участие чему вы учите вот когда вы почувствовали себя как художник как человек который может писать картины и в каком до того как вы стали и кино и на кейке написан в каких вы работали вариантах что как вы умеете писать в каких стилях направлениях или выбираете что-то вообще изначально я идея о студии она родилась еще во времена моей школьной жизни то художественной студии так я посетила мне участвовалось побывать в одной из подобных студий там где была такая такой разновидный контингент людей кто умел рисовать умел рисовать деньги взрослые бабушки дедушки все абсолютно все возрасте да я туда пришла за тем чтобы подготовиться к тогда еще к моим вступительным испытанием в университет и тут как бы меня осенило что именно вот в тот момент не осенило что я готова стать таким художником как вот этот вот человек который приводит студию на всю жизнь то есть некоторые люди не могут постоянно подписать да а я вот могу вот это вот послужило как раз такой опорной точкой и мне всегда хотелось через какое-то время я очень долго вынашиваю эту мысль почти более чем 10 лет чтобы создать такую подобную студию что касаемо иконописи я изначально не собиралась становиться иконописцем просто так сложилась жизнь что мне как бы вот далее дал понять бог что есть вариант как бы тебя убедать доску и нарисовать писать икон да все что через живопись то есть я шла через живопись и пришла к иконе хорошо но давайте тогда поговорим о студии то есть я так понимаю что опять же как мы говорили в начале для того чтобы писать иконы должны быть какие-то азы живописи тем более что в наших программах было много разных художников рассказах о выставках которые проходят здесь у нас городском округе любериц и собственно говоря сами побывал почти во всех скажем так основных музеях и мы же знаем с вами прекрасно что художник он же еще может немножечко лукавить да то есть он может выбирать те темы которые ему интересны и где-то показать что он уходит в сторону до пикассо там например он может рисовать так писать так делать реалистичные картины или что-то изображать вот это право художника выбирать конечно но в основе лежит закона и умение заменения закона и вот эти умения законы они все-таки начинаются со студии с какого-нибудь учебного заведения где человеку дается карандаш или другой инструмент с помощью которого он начинает что-то создавать на бумаге или вот уже если говорить об иконописи но на на других на дереве и надо важно сказать что живопись это есть расписка стен и так далее там получим масса всего вот что вы вкладываете в вашу студию тем более называется живая кисть вот и кто там у вас находится потому что так понимаю вы одна там всеми руководить и да да на себя такую ответственность чтобы помогать людям в их живописных вопросах моментах двери нашей студии открыты абсолютно для каждого желающего независимости от его навыков знаний опыта возраста сейчас студия принимает уже с двух с половиной лет мы с половиной изначально я работала с четырех лет и до плюс бесконечности сейчас ввели программку развивашку от двух с половиной лет и скоро будет от бесконечности до бесконечности но не знаю посмотрим с малышами с такими что мы делаем мы играем с красками возим пальчиковые методики рисования рисуем под музыку потому что она не спорта но с оговорочкой все эти игры нацелены на уже как бы воспринятие законов живописи то есть не просто тогда вот чтобы мы в четыре года там в пять лет как у меня есть такие уже взяли масло да потому что с пяти лет мы с с ребятами рисуем маслом мы пишем акварелью гуашью познаем законы живописи натюрморты выходим на пленеры даже портреты пишем своих родственников да такое столе есть да и родственникам хорошо конечно не уже дай они очень любят дарить подарки в таком варианте портреты же вообще еще и ребенок еще и похоже нарисовал дает еще и по законам живописи со взрослыми со взрослыми мы изготавливаем в основном это интерьерные картины потому что каждому хочется дома иметь своим картину сделано своими руками либо наоборот они приходят чтобы узнать и начать заново изучать азов живописи академического рисунка тогда мы выстраиваем целую программу и работаем с ними по программе то есть то есть вас несколько уровней как бы существует программаете эти уровни зависит от желаний приходящего человека то есть если приходит мама с ребенком говорят нужно подготовить его до к либо самой художественной школе если он еще маленький да либо уже по после школы куда-то в какое-то высшее учреждение да тогда мы идем по программе вот если же мы грим и просто вот расслабиться порисовать отвлечься сделать домой картину большую или сделать на подарок это очень здорово когда ты можешь прийти вот так взять и сделать как у тебя на картинке изображено не каждый не каждый до того как это изобразить не каждый верит себе что он это сделает но я для этого там нахожусь подсказываю какие-то моменты и человек который никогда не держал кисть вне зависимости от возраста может сделать картину одна вот женщина даже пришла и говорит она сделает я даже не знала что я так могу какой-то был период такой сейчас его меньше стало когда например из метро выходишь и видишь всяких людей где было написано научим вас рисовать там или за 40 минут там разные были варианты правильно понимаю что вы считаете что любого человека можно научить писать ну если не картины то по крайней мере то что можно ну приблизительно назвать живопись я объясню свой вопрос потому что вы являетесь студии которая как бы ну позволяет профессионально подойти к этому вопросу вот тут возникает просто обычный вопрос это не не школа это не как какое-то там количество много педагогов это не переход из класса в класс это не среднее учебное заведение не высшее учебное заведение и вот мне всегда было странновато когда двух с половиной лет до семидесяти и у меня есть некое неверие что можно научить человека написать ну картину вот разубедите меня в этом да можно все дело в том что когда мы говорим про живопись когда человек слышит слова живопись да он потенциально особенно если идет речь как определенного человека он потенциально уверен что этот иначе имеет талант что он имеет способность цель туда и он туда идет как бы а вот я лично к этому пожалуй не причастен на самом деле любой человек ну почти каждый назовем каждый сейчас поясню почему почти может и умеет рисовать просто сам об этом не знает почему почти потому что чтобы это преодолеть да то что я вот могу рисовать нужно иметь себе уверенность вот уверенность вот и просто есть люди которые нет мы не можем но даже они могут взять карандаш ручки дай нарисовать там солнышко небо то есть это даже грубо говоря как учиться на велосипеде кататься для того чтобы поехать надо просто попробовать до взять попробовать давайте мы сделаем сейчас паузу и вот исходя из того что вы сказали мы начнем идти по вашей уже студии по тем вариантам которые у вас есть почему я просто задавал этот вопрос чтобы мы понимали что речь не идет а супер профессиональный такой да что человек там сразу готовится прямо я не знаю там поступать куда-нибудь художественную вуз но по крайней мере дает возможность людям либо при подключиться к этому искусству либо свои навыки как-то более на сделать такими но это против тех людей наверно кто только шагает потому что это уже вошел я как бы легко с ним могу работать своем объяснял помочь все направить хорошо давайте мы сейчас делал небольшую паузу напомню что нас гостях диана хрипунова руководитель художественной студии живая кисть и вернемся посмотрим нас есть картинки с помощью которых мы визуализируем эту работу до встречи напомню что нас в студии диана хрипунова руководитель художественной студии живая кисть художник иконописец говорим о творчестве о студии в первой части узнали о самой диане что она такую сделала путь от швеи да и художника уже к такому довольно специфическому очень важному стилю как икона который тут как не обманешь прихожан до храма потому что есть икону плохой кон не повесит правильно сделано не по канонам вот и не купит кстати но если мы говорим уже о ваших людях сколько сегодня у вас в студии примерно занимаются ну понимаете как не могу посчитать так вот явно потому что есть ученики которые приходят разово например они приехали сделали вехали другой город вот на каникулы они приезжали на летний но в целом если грим про учебный год то ну где-то человек 18 20 когда у вас начинается учебный год у нас он идет целый год то я имела до учебный год от сентября когда все это от сентября по май как правило на в мае уже все начинают развить развить ну то есть у вас почти как вот ну такой вот да лето немножечко да мы работаем и летом но летом так не будет такой много приезжих летом и на вот кто-то приезжает пришли сделали работы порисовали что-то взяли для себя то что-то сделали домой на подарки и как бы уехал ну вот вы нам принесли рассказывайте о планерах обо всем что как происходит да мы с детишками часто выезжаем на пленеры выбираете какой-то показано это водоемы леса горные местности мы рисуем на холстиках либо на бумаге как у нас получится со взрослыми и с детишками взрослые не всегда любят фотографироваться это кстати тоже момент неуверенности я иногда это переламываю но не всегда важном дети они очень любят чтобы я фотографировала их работ потому что дети непосредственно им нравится они любят вешать фотографироваться мы изготавливаем работы для выставок для фестивалей и вы участвуете да но я имею ввиду вашу до одежде детки до приходят и вот они могут за одну работу за один урок приготовить работу очень яркую очень быструю для того чтобы вот девочка на кстати на сколько девочки это арена ей четыре с половиной года это вопрос вопрос правильной поставленной задачи и в правильной технике тогда все будет хорошо потому что вы не доделывайте за них там про нет я же вам скажу больше я всегда если разрешение ребенка я всегда снимаю их сзади коротенькие видео и отправляю родителям потому что ко мне очень много вопросов что ребенок сделал сам а то что он сделал сам а вот вы помогали или нет я вышла из такого вот положения и в связи с этим я начинаю получать ну для меня положительные отзывы что они делают это сами надо для подарков изготавливает мальчик максим нерп это кстати нет это гуашь это тоже гуашь так что еще он детская это детская составляет 4 года девочка делает акварельные моменты некоторые темы я вот помню прекрасно что есть же одно дело что-то перерисовать или ну тот же натюрморт создать дано поставили красивую вазу цветами и каждый там пишет а вот есть что-то на фантазию вот о чем ты сейчас думаешь что ты можешь написать какую картину но здесь так как мы так как я в студии пытаюсь подойти с индивидуальным подходом для каждому человеку вот тут такой момент кому-то нужна эта фантазия а кому-то наоборот ее лучше предложить использовать дома а здесь поставить конкретную задачу и идти к этой задачи потому что есть некоторые детки они скованы они немножко зажаты здесь я даю наоборот вариант раскрепощения по фантазируем и часто используем какие-то такие именно вот на фантазию рисуем кляксы придумываем что из них можно сделать чтобы распасти человека его индивидуальной составляющей есть наоборот когда ребенок очень сильно перевозбужден он не может становиться красит и ему хочется тут фантазия тут фантазия а ко мне и к мастер-морту да не тогда мы убираем эту фантазию мы в студии занимаемся различными различной деятельности абсолютно во первых нас проходят многочисленные систематические мастер-классы ежемесячные которые рассчитаны на обширную широкую аудиторию до 10 человек да я даю анонсы в социальных сетях в общем чате у нас даст бог будет сайты в конце месяца мне будет еще можно будет еще узнать больше информации на мастер-классах мы работаем с интерьерными картинами заготавливаем в разных стилях разных техниках мастихины и кисточками работаем социальным золотом кстати говоря не одна не каждая студия начнет такой как посыл но использую социальное золото мы золотим вот 13 августа у нас был мастер-класс по социальному золоту вот с дет детские мастер-классы мы расписываем объемные домики мы закупаем домики картонные им очень интересно потому что они очень любят рисовать на стенах рисовать ведь только можно тут целый дом и вот пожалуйста еще в тематике расписывай им очень нравится бывают темы на мастер-классах подобные и у взрослых и у детей очень интересно что они делают одинаковую работу да но со своими разными посылами да это очень интересно этот момент далее в студии неоспорим идет учебная часть как я и сказала да все подготовки к заведениям в школу художественном кстати в чем в чем отличие например студии от художественного школы школы да ну нужно понимать да что в художественной школе как и в любом образовательном учреждении есть своя учебная программа свой черный план от которого человек преподаватель дом можно найти он должен ему следовать студия больше отталкивается еще раз говорю от желания и от возможности а более свободы и больше можно увидеть что ему нужно подтянуть конкретно ребенке школа это очень высокое заведение она дает очень приличные знания художественная школа училище это вот неоспоримый мне кажется вещь которые должны присутствовать перед вузом вот но все-таки есть иногда порой пробелы они не видны изначально ну как бы они видны но мы не можем в школе уделить внимание ну вот прям много до этому человеку как как репетитор мы не можем это сделать что их очень много нужно всем дать знания это конечно очень сложно вот то потом этот этот мини проблема она может оказаться в запущенном состоянии и выйти уже несколько лет до подчиняя себе как бы другие уже проблемы вопросы когда приготовление каких-то больших работ и тут уже может случиться вот как раз такой стык ну то есть раз и все остановились мы просто вытаскиваем эту проблему на поверхность видоизменяемые работы и работаем с ним как вот к вам в школу прийти сейчас нас 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 посмотрят что-то приносить надо собой где вы находитесь в каком здании по какому графику работаете мы находимся напротив торгового центра выходной октябрьский проспект то связь со мной через социальные сети вконтакте можно найти живая кисть в битте художественной студии живая кисть любится вкладка выскочит вконтакте в социальной сети значит это вы да и значит мы что-то приносит надо вот к вам при прийти показать какой-то рисунок на пробное занятие можно у нас есть пробное первое занятие мы смотрим что к чему что умеешь что не умеешь чем сталкивались что мы будем делать далее нравится ли ребенку или взрослому это первое что мы смотрим да вот если все устраивает тогда мы начинаем говорить какие именно материалы лично ребенку этому ребенку какие личные кисти какие номера это все входит в индивидуальность человек то есть у вас индивидуальный подход каждому кто придал даже если они сидят порой бывает что в учебный год собирается какая-то ну такая группа но опять же я не беру больше пяти человек что максимально дать информацию довольно что да да даже если сядь в пятером они каждый делают свою работу им так работает лучше они дружки не смотрят они тоже время возгоняются коллективе да да нужно только тогда в то же время они другу как-то вот эмоционально помогают если мы говорим про масло там наоборот деткам сложно писать сразу маслом но они пишут я сажают наоборот вместе когда они лучше пишут масло ну и я так понял возраста вот какой у вас два с половиной это самый маленький даже самый большой какой был у вас возраст я не знавала вот но на мой взгляд самый большой может быть 46 был 45 понятно ну что же время у нас программа подходит к финалу еще раз напомню что у нас гостях диана хрипунова руководитель художественной студии живая кисть которая помогает каждому в общем-то желающему прикоснуться к этому искусству живописи хотя бы понять немножко что это такое кстати даже если вы придете просто немножечко ну на несколько мастер-классов может быть вам будет полегче уже читать эту живопись то есть когда вы будете ходить ну во первых вам будет хотеть будет желание до ходить в галереи вы уже будете понимать а я знаю что это за способ я знаю с чего это сделано вот это сделала тогда то есть это такой очень такой дополнительный дополнительная возможность которая маленькому ребенку и взрослому человеку позволяет подростков обязательно пока два дмитрова раскрепощение потому что для подростков это очень важно высказаться вы говорится да через стиле одежды через какие-то тут выбираете первый улов через живопись через краски давай покажу каждый художник говорит через холст это важно понимать безмолванный разговор такой получается он говорит через краски свои мысли свои чувства поэтому когда мы художнику задаем вопрос а что вы хотели передать этой картине этот вопрос в принципе не имеет смысла Потому что... Можно просто посмотреть на картину и понять. Я всё сказал своими картинами, правильно? Спасибо вам большое. Мы желаем вам творческих успехов. И я думаю, что как-нибудь в другой раз приходите с вашими разновозрастными участниками и посмотрим, что они там у вас интересное пишут, какие картины. Это же любопытно. Это очень, очень любопытно. Мы желаем вам успехов, желаем нового хорошего сезона, который осенью начинается. И чтобы он, так сказать, весь год вас радовал, и вы чувствовали удовольствие мастера, когда у ваших подопечных что-то получается. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Диана Хрипунова, руководитель художественной студии «Живая кисть», художник-иконописец, была гостьей нашей сегодняшней программы. А с вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин